Салют! Представьтесь, пожалуйста. Фёдоров Мирон Янович, aka Oxymiron. Кто сегодня твой противник? Печалька. Печальная. Подробнее? Ну, человек, который выпустил в интернет видео. Вы можете его найти, если забить в YouTube JohnnyBoyGP, после которого мне очень не хотелось, честно говоря, участвовать в баттле, но я уже согласился, поэтому, к сожалению, отказываться не было варианта. Вот, собственно. Что тебя заставило принять это? Ну, он меня просто немножко подзадолбал постоянными какими-то вызовами и прочим, поэтому я решил, что надо. Вот. Думаю, это самый честный ответ. Почему все артисты хотят баттлить именно с тобой? Ну, я не знаю насчет всех. Вообще, нужно спросить артистов. С кем ты общаешься, они говорят с Мироном? Ну, может, просмотры, если говорить искренне, да, может, в этом дело потенциальное. А может быть, потому что люди знают, что я серьезно отношусь к баттлрэпу. Что у тебя в шее? Меня посарапал оппонент на входе ногтями длинными. Окей, спасибо. Все. Писал. Салют, представься, пожалуйста. Джонни Бой. Кто сегодня твой противник? Окси Мирон. Что можешь сказать о нем, почему ты решил вызвать именно его? Лищеносец, шалава, иуда, цыганье и прочие эпитеты, которые очень хорошо его описывают. Брят, брят, брят. Почему ты настоял, что должно быть именно пять судей? Именно потому, почему Мирон настоял, что баттлиться надо в баре, а не при толпе. Справедливо. Кто, по твоему мнению, сейчас самый лучший баттл в МС в России? Я. Заебись. Спасибо. Раунд. Салют, с вами Ресторатор, это Версус Баттл. Пошумим, блядь! Представлю тех людей, которые сегодня выносят мнение судьбоносное. Итак, Дмитрий Егоров и К. Габонская гадюка. Папа Гусь. Диджей 108. Юрий Хованский. И Алексей Горбаш, редактор The Flow.ru. Лучшего сайта. МС слева, представься. Джонни Бой, Рига, Латвия. МС справа. Оксимирон. Свершилось. По итогам жеребьевки начинает Оксимирон. Первый раунд. Пошумим, блядь! Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина. Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила, рукоблудца, нина, очко, бледун, вагина, сука, ебланище, влагалище, пердун драчила. Пидор, пизда, туз, малафья, гомик, мудила, пилот, команда, анус, вагина, путана, пидрила, шалава, хуй, ламашонка, елда. Раунд! Хрунц... Хрунц! 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 Даной его, блядь! Блин, блядь... Вот как я должен был батлить Дуню, И тех, кто калякал его стишки, но там перебивали его дружки, пожилайки мрака прямой кишки. Я был не на коне, и об этом помню, порой с оппонентом идешь впритык, но сегодня я здесь, и сегодня я в форме, сегодня мой хуй отсосешь мне ты. Клянусь, клянусь, я готовился две недели, клянусь, ты явно год, но для беспокойства повод не вижу. Даже если ты прыгнешь выше головы, как кибанный кот в рассказе Эдгара Пот, ты все равно на голову ниже. И почему все ждали батл, как битву титанов, или херачащих фаерболами, страшные заклинания, летящие во все стороны, панчи, что меня объявят единогласный импичмент, какого хуя? Для меня батлы с Криплом и Дуней были гораздо эпичней, там хоть бой ветеранов, как-никак уважение, здесь его ведь не грамотно, сраное отражение. Я здесь, что вы поржали на пару с пренебрежением, он ко мне с обожанием, подражанием, но отторжением. Кто ты, что назойлива мне тут глаза мозолит? Мой вскормленный Григорием Зориным попсовый сперматозой клянчил фит, после вызвал на батл. Вот уж метаморфозы Авидия, но единственным местом, где наши имена будут стоять относительно тесно, станет название этого СНАФ-видео. Я тобой пообедаю, тебе быть удобрением, ты здесь не за победою, а за моим одобрением, ведь я бросил тебя под стать твоему отцу. Но не жди покаяния, как бы ты, как бы ты не спешил и муянил, и это оставило внутри тебя экзистенциальную пустоту, которую ты пытаешься заполнить большими хуями. Он наказан природой. Обидно, тяжко. На рингтоне в айфоне что? Неваляшка. Чтоб забыть себя фотоэт с бритой ляжкой в зале между подходами. Фитоняшка. Он реально до батла, в боксерских перчатках, в спортзале заснял фотосет. Я, ебать, обосрался. Ты взял с собой капу. Ты взял с собой капу. Я-то думал, что батл эссе, где ты дегонструируешь образ врага, все, чтобы перехитрить, наебать его, мне не надо качаться и фоткать себя, чтобы попросту быть обаятельным. Мне. Не надо везде компромат. Рыть на тебя ведь я не копрофаг. В уши ебать тебя, слушать тебя для того, чтобы выдать тебе саркофаг. Нет. Я тебя вижу насквозь. Рент, ген, обидочка, злость. У него дома плакаты со мной и на фейсе мишень, чтобы тише спалось. Окей. Кто здесь хочет сыграть в игру? П. Предсказуемость. Я берусь угадать его панчи. Но знаете, никто не сливал инфу. Что он может нарыть про меня? Сто пудов анекдот на баяне. Ведь он мыслит двумерно с еблом петуха, хоть и в рэпе не хотлайн Майами. Может кто-нибудь поймет. Всякий раз, когда он зачитает, что предсказывал устно Мирон, вы услышите. Называется грустный тромбон. Готовы? Запоминайте темы. Вот первое. Он скажет то, что гей не он, а я. Что некий рэпер мне за оскорбление навалял. Потом, что его предал я. Что вечный лицемер. И что судейство Версуса на чьей-то стороне. И будут упомянуты в который раз лещи. И назовет Оксану, которая пищит. И знаешь, что засрут, будет смеяться над собой. И скажет, что я трусил целый год соваться в бой. Скандал, разоблачение, интриги, слухи, грязь. Все вывалит. Задись меня так лихо, ухитрясе. И словно приговор в ответ на все его слова. За серость и за скуку будет. О-о-о-о-о. Убедишь ли ты сплетнями эту толпу? Навредишь ли моей репутации, мальчик? Нет, у меня тоже есть скелеты в шкафу. Но это скелеты тех, с кем я батлился раньше. У меня, в плане сплетня на нем, ничего. Я газеты про звезд не листаю. Не смогу процитировать строчки его, потому что их просто не знаю. И потому что их другие, большинство, которые просто не знают. Так что процитирую свои. Знаешь, у тебя смешное ебло. И сегодня оно мне обещает страдания. Но я лишь подавляю зевок. Ведь я знаю все то, что ты скажешь заранее. Я все это слышал тысячи раз, тысячи фраз, что меня пытались подкалывать. Но я лишь угораю с тебя тут. Жалкое ты право создания, раунд. Первый раунд, Дженни Бой, поехали. То, что у тебя на шее, это непросто очень. Ты вчера тусил и это засолся от порчи? Скажу сразу, бравастый. Пусть я гелем вымазан, но я въебал Оксаня Ресторатор это вырезал. Раунд. Шутка. А то напряглись твои кенты. Кстати, их тут много и подсуетился видно ты. Владелец Версуса с недавних пор Ильяма Май. А снимал Версу Сохра, он же Джонни Рудбой. И пусть кричат тут два кента моих, давай, давай. Выиграть в толпе друзей Мирона будет очень трудно. Но, Мирон, ты готов проиграть? Это лажа, беда, у меня нет бороды, но ты скажешь мне да. И вообще я удивлен, я ждал подвох. Точнее, давай прямо. Я думал, вместо тебя выйдет твой клон или твоя мама. Про твою маму ничего плохого не могу сказать, я честно. Твоя мама королева, ведь только королева могла воспитать принцессу. Ну, раз ты здесь, начнем. Батлить со мной неприлично опасно. Ты мой личный Галат, я твой личный Димастер. Да-да, батлить со мной неприлично опасно. Я твой личный Нойзем Си, ты мой личный Хабанский. Итак, Джарада, ну, угадаешь лишь ты. Да, Мирон, это ты получаешь пизды. Вы думаете, я банален и говорил про Джигана? Я про ту инфу, что как язва тебя внутри прожигала. Скрыть твоя персона этот конфликт пожелала, но войдут в тебя следующие мои рифмы кинжалом. Умолял его в сеть видео не лить, не слил. Выебнулся в трубку, но живьем ромсить нет сил. Ты слезно у него себя простить просил. Но, Мирон, признайся всем, тебя пиздил Стим! Почему ты об этом не расскажешь людям? Ты же говоришь, что ты самый честный Эмси. Но сказанное тобой, Липа, единственный честный Эмси, это бухой Крипл. Я реально отпиздил Стим. Никита, мы ждем видео. Я вылил на тебя эту инфу, как лаву. Думал, СД прикроет спину, сучка, хуй там плавал. Позже на твиттере писал, ты билли-милли гангеройту. Ты не думал, что инфу мне эту слили бандеролью. Окси, ты женственный Бритни Спирс клипе «Токсик». А я безбашенный ублюдок, меня забит Джонни Ноксвилл. И не жалейте сейчас его, ведь жертва тут я. Ведь он придумал все рифмы на Окси Мирон. Уже до меня. Но, Мирон, я поражаюсь. Шок, фок. В гримёрках, где я тоже был, пишут, что Окс, лох. На моём месте должен был быть немецкий тот, кто тебя отпиздил бы. Ты почти умер, но начался дождь, слоу-моушен. Он падает на колени и делает тебе дыхание рот в рот. Ноу-хомо, как говорит Драгу. Но шок разок хотя бы точно тебя засадил в сраку. Но сейчас не об этом. Вы думали, скажу, Мирон мне был с роддома другом. И мы в натуре обрезались у одного хирурга. Я был его фанатом, но он выбрал шока, сука. Таких ждал слов, Иуда, ну тогда ты что-то спутал. Я мог сказать, мы были круче Сойера и Фина. Эх, как ужинали мы с тобой, Мацо и Уравина. Мы были как пупок и пуповина. Нет, я бы принимался слишком близко к сердцу, будто укол адреналина. Адреналина, ну или джубили. Ведь все иначе совсем. С годами мальчик взрослел, понял, что все это хуйня и не иначе, как смех. Ты обычный рэпер, и я отличный рэпер. И все-все в до конфликты наши, как неудачный концерт. Сейчас ты завязал, а раньше, помнишь, был неудачник-пьяница. Но мотивирует тебя мечтать стать когда-то богаче Яникса. Раунд! Я забыл говорить «вап-вап-вап-вап-вап». Там было несколько раз, ну ладно. Второй раунд, Оксимирон, поехали. Ой, блядь. Про драку. Два года назад. Ебать ты, Пинкертон, друже! Стим, в отличие от тебя, не выносит говно наружу. Только ты не стим-панк-тик-так. Мой стиль тебе угостит так, что тебе понадобится механизм в организме, как стим-панк, сука! Летт гоу! Это все, на что ты был способен? Пара слухов, тупой анекдот. И ты все еще батлишь в основе? На Фрэшбладе ты выбыл в отбор. В Краснодаре порвали в наслове. Ты нелеп, словно Гарри топор, но с лицом того самого Коли. Ты в санаторий не спеши. Это еще цветочки. Мы оба знаем, кто вершина пищевой цепочки. Но твоих фанов мне не надо. Я даже сделал специальный тюториал, зная, что меня слышит твоя целевая аудитория. Я хочу обратиться к его целевой аудитории. Ты так любишь сказки про пони. Не знаешь пока о тампоне. И дома, когда никого нет, болеешь на баттлах за Джонни. И если я вынесу Джонни, останься поклонницей Джонни. И так уже сотни тупых мокрощевок, как ты, меня вымстив, а ловят, сука. Смотри, бро не бро. И через много-много лет, когда ты узнаешь про эмансипацию женщин и геолокацию клитора, приходи на мой концерт отрываться, конечно, а пока слушай мелкого пидора. Он копирует стиль подсознательно. И по ходу травма детская там, ему говорили все воспитатели, «Слышь, ты чё такая гейская, а?» Все мы знаем. Он маршала тексты переводит, копируя флоу. Я подумал, что стало бы, если всем бы стало так тырить невлом. Для него Eminem-потолок. Эталон. Этот стенд любит красть просто явно. Для меня весь хип-хоп-котолок, и того я бы мог воровать постоянно. И подростки в сети, и холландские, простите, вы вряд ли поймёте чего-то. Для всех остальных этот аудионоситель. Краткая переводная история хип-хопа. Окей, интересно, сколько треков вы узнаете. Готовы? Эбр, 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 не толкни, ведь я на краю. И я стремлюсь не терять башку. Ага-га, ага-га. Эбр, эбр, это его hip-hop. Хибби to the hippie to the hit. Хип-хап, это мой стау. Ребята, это бэнк-бэнк, буги, давай. Делай буги, это ритм, это буги и бит. То, что вы слышите, нет, я рэп кладу на бит. Эбр, эбр. Безработица повсюду, знай, люди приходят и уходят, чтобы умирать. Я не знаю сам, так что не спрашивай, но это так здесь, и значит, нечем крыть. Эбр, где перемены? Я просыпаюсь утром и виню себя. Зачем так жить? Лучше убью себя. Крэйк, детям продают совести, нет же. Хоть на голодный рот, но будет меньше. Эбр, эбр. Окей, подумай, расслабься, дыши и медленно. Ну уж нет, ты застукал дрянь за измену, пока ты в поте лица пахала, она скачет голая, слышь, перережь ей горло, отрежь ей, суки, голову. Стоп. Может, есть объяснение для этой шалости? Что она подсказать с днём, иступала ему на фалос? Эбр, эбр. Я всю жизнь хотел денег и славы, респект, давай, или свинец хавай. Хочу, чтоб хер стал, как эфелева башня, чтоб я мог трахать мир 72 часа и не кашлять пиздец. У меня здесь девок, если бы я всех девок, вместе собрал, то здесь бы жена, любовница, дева. Слышишь, я всю жизнь хотел денег и славы, респект, давай, или свинец хавай. Ну пошумите, если узнали что-то, come on. Знаешь, что это было? Доказательство твоей вербальной нищеты. Знаешь почему? Я даже копирую чужие стайлы оригинальнее, чем ты. Ведь хотя бы он не тянет, но тридцатку ебблет, но в хип-попе я дед и бывалый. Подумай, я ебашу хип-хап уже больше 17 лет. Это дольше, чем живут на свете все твои фаны. И ты часто пытался ебашить быстро, а получалось нелепо и глупо. Ведь ты белый, что слушает белых. У тебя нету свэга и грува. И ты часто пиздел про Грин Парк или Грайм, лучше дальше давай, любези. Я покажу, как Грайм читают настоящие. Смотри. Ой, Ю, ты знаешь все обо всех? Ты думал, что я сдулся? Думал, что я попсел? Но кто тебе поведал про Грайм и Даб, степы четыре года, кряду я в туре? Ты гомосек. То есть, ой, ты случайно не оборзел? Не подходи сюда, между нами водораздел. Если бы моя башка не висела на волоске, столько газ я. Вряд ли бы делал то, что хотел, и мой рэп не. Стал бы нищем, если бы не город. Лонна против всех из копеечных мониторов, ноль, восемь. Окси, чего? Позор, позер. Но сколько рэперков про дэто до сих пор? Косит, я жил. Где мечети, ямайцы и синегал, теперь по моим приключениям снимается сериал. Я МСину, пойманный в теле авантюриста, заболтаю всех дары теле-евангелистов. Сколько слов было, сколько зубов выбито, сколько всего выпито дома у ноу-лимита. Город флоу, мимика, голос бетон, лирика, на лавке в грине было фристайли, из дэмброу принято? Эй! Тогда я работал, как вы, много нынче получаю, как раньше за полгода? Эй! Маркул, у людей играть в подкорке, видел Локи Бой, он выступает в Гонконге. Грин, парк, жив, пока живы мы? Скажи, кто раньше, мы развешили наши ряды? Ненамного. Мы ни уши не зашили, ты в этом деле, сначала движи гроши, мы были бедны. Лоноград, из анаграунда на экран, от камер наблюдения до кинокамер, на экран от экрана и локального хайпа бутловика, из Гримм Парка и Кеннинг Тауна, с майком и на века! Сука! Здравствуй, бля! Здравствуй! Я куплю твой альбом, бля! Скоро! Это был раунд, я так понимаю. Раунд! Второй раунд! Джонни Бой, поехали, давайте с шумом! Знаешь, у тебя хорошая сучка, сегодня ночью я устрою ей хорошую взбучку. Вряд ли потом, вряд ли. Ты поднял бровь, включил агрессивную читку и зачитал, дядь, так и хочется сказать, да замолчи ты, блядь, ты заебал, блядь! И я послушал твой текст, о чем ты вообще придурок с Саной? Я пришел бетлиться с Окси Мироном, а в итоге ебу Оксану! Считата, чтоб ты понял твой британский белый зад. Существует моя единственная мотерфакиня опши, фейлор не. Мама, я люблю тебя, у тебя трейлер, и когда-то стану богатым. И когда-то стану богатым. На подтанцовке будет дэнсить Бейонсе и мама Галата. У меня нет ни лейбла, ни букинга. Я еще проще. Да и, хоть пребываю то в говне, то в еще большем кале, могу сказать, что я счастливый и лайф мой шикарен. Ведь твоя подруга смотрит на меня и думает, ух, какой же парень. Следующая рифма стара как мир. Но я специально ее признаться не менял. Я настолько высоко, что Олимп мечтает забраться на меня. Но пора тебе уже стать выше, Джона. Я заебался платить алименты твоим бывшим женам. Оксана, ёпта! Оксана, ёпта! Ты сам подъебка. Поразила меня в твоих текстах находка. Мэтт Чайлд, Гэтт, Саваш смешались все стыли. Просто ты косишь под тех, кого массы не знают в России. Твои пламенем синим мечты сгорают в камине. Я успехно батли, как альбом ты свой посвящаю Карине. За май панчи хочешь дать мне порылу с ноги? Мирон как Маркул, сука, но выходит сухим из вагин. Сухим из вагин, сухим из вагин. Твоя любимая песня. Да, режет Василенко по-живому. Один, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, блядь, я в тебе вижу пятьдесят оттенков голубого. Просто я видел твою тёлку, или парня тёлку, или парня тёлку, или парня просто непонятно мне что-то. У твоей бывшей волос меньше, чем у меня на мошонке. Бро, это беда, блин, теперь мы поняли, не так ли? Чтоб кончить, там нужны плётки и понки и тентакли. И... одеваю ей пакет на голову и зову её Агли Джонни, так больше не могу, а я такой хочешь помогу, теперь ты знаешь на твоих концертах откуда фанатки. И вообще совет, нравятся лысые киски? Купи себе сфинкса. Йоу. Я здесь не чтоб с тобой мериться стажем хип-хоповым. Я это делаю ради тех, кто со мной в этом так же закопаны. Ведь весь мой жизненный опыт, что нажит накоплен был, заставляет меня ебашить и я ебашу как проклятый. Спасибо всем, кто в меня верит. Это действительно клёво. Люди из СНГ всего просили снести долбоёба. И чтобы ты не обижался, оставляю послание. Я лишь выполняю программу. Я лишь выполняю задание. Раунд! Третий раунд, Оксимирон, поехали. Ты что-то вякнул про подругу? Мы расстались давно. Но она мне близкий человек, чё ты базаришь говно. Ты хуесочешь в своих бывших треках сраное дно. Значит, то же самое ждёт твою теперешнюю даму потом. Логично? Окей. Смотри, все твои темы я почти здесь верно предсказал и честно. Всем твой уже действует на нервы детский сад. Но есть есть ещё одна тема, что в воздухе висит. Я знал, что ты начнёшь копать, ведь ты безмозглый детектив, но ничего. И без него её тут фортят нифигово. Вот она. Версус это заговор. Проект Оксимирона. Все на острей ушки. Раз уж ты начал, получай. Про рутбой, а чумамая. Так как слухи ползли тут многие, давайте поговорим об этом. В духе конспирологии. Версус проект Оксимирона. Есть только два варианта. Либо это ёбнутый вздор, либо это тайная правда. Допустим, что это вздор. Что же в сухом остатке? Санёк ресторатор построил, мамбатл повысил в хип-хопе все ставки. И пусть половина читала стихи ту с блокнота как баса с подставки, всё же для каждого, кто поучаствовал в шоу, не найти недостатки. Я могу говорить за себя. Я могу говорить за него. Это промо-платформа, которая не травна до створу просмотром до флоу. Вот смотрите, я не жаполис, не нацист, если лысых пиарю, но считаю, что каждый, кто ждал этот выпуск, Саньку должен быть благодарен. Кто кричит, что всё это моё, утверждает, что Саня тут пешка. И всё это масонская ложа, осознанная лошадь, детальная слежка. Нихуёвое, блять, заявление. У вас что, земля в иллюминаторе? Плюс любой долбаёк, кто такое несёт, выдаёт дисреспект ресторатору. Так что, если брехня, что босс-версуса я, и неправда ничто из того, то кричащий так, неблагодарный, Саньку нелояльный, гнилой пиздобок. Ну а если второй вариант? И всё верно, что вам доносили. Я придумал огромный проект, поменявший весь вектор хип-хопа в России. От СТ и до Нойза и СД и до Лонька здесь каждый почти что замечен был. Коль за этим стоял ваш покорный слуга, то вменять мне практически нечего. Ведь выходит, что раз я масон, тамплиер и окутанный тайную лидер, что я реанимировал сотни карьер, даже тех, кто меня ненавидит. Что вернул старичков, протолкнул новичков от нулей до добротных артистов, что собрал 40 лямов просмотров мечтой и ещё заработал на Клинском. И что все это время я пробовал в тени так какой-то там пиццедоставщик. Если это все правда, народ, извини, мне придется хвалиться красавчик. И отныне любой, кто кудахчет, что я Версус собрал, изобрел, говорит либо Оксикрасавчик, либо то, что он сам пиздобол. С этим разобрались. Вернемся к тебе. Тебя часто зовут гей-лорд. Это неправильный выбор. Гей это Оскар Уайлд, Чайковский, ты лишь маленький пидор. Ну и что? Я же вырос в Европе. У нас принято быть толерантным. Хоть и грима на нем словно культ злые клоуны сделали клип с Тони Раутом. Его малый размер гениталий, продолжительность секса-куция. Это все его личное дело. Тут не следствие, тут экзекуция. Кровосток ни при чем, но у тебя сшило в жопе. Ты звал поскорей к барьеру. Я пришел. Так что пару слов на посошел о закате твоей карьеры. Готов? Ты не готов. Не готов. Окей. Аврора, космонавт. Звезда кичилась так задиристо. Мог, собираю тысячи в залах питерских на выездах. Проходит всего год, из его пидорства все выросли, и он в клубе бэкстейдж, где поместимости четыреста. Хватит корчиться, креативить. Твой предел мечты иномарка. Нахуй творчество. Ты продуктивен, как конвейер из свиноматка. Каждый год по альбому. А толку? Где шум? Пусть меня называют спасителем, но это не батл, мой друг, а спасательный круг, который я тебе бросаю как исполнителю. Только ты не заметишь, ведь ты одноклеточный как в зоре и туфельке, но твой мир опереточный, выцветит, деточка, как в лепрозоре и труппике. И ты даже сейчас нихуя не сечешь, это как говори, блядь, с клопами. Твой эмоциональный диапазон плюс интеллектуальный горизонт перпендикулярно завален. Но давай объясню, чтоб ты понял, малец, почему твой успех будет тузком. Раз уж так повелось, что я крестный отец для всего батл-рэпа на русском. Глянь, хуяксы и хаты, шотганы, грехи, блядь, ну смумрики и хатифнаты, индо батла, копирки под саундбайки, мхаи, оксикаримы и святы. Все давно научились читать, все давно научились панчить, однотипно шутить, слоги в рифме считать, дабл таймить и байсить так найна. И ты вроде был самый успешный из них, но вы все одну вещь позабыли. Дело не в количестве панчей, не в качестве рифма, дело в личности, что за ними. И поскольку ты, чем Нед Старк, тебе никогда не занять мой трон, с Грейджой Теон, ведь ты даже не мой бастард. Да ты сам, да ты сам посмотри, бар с названием каким, тут не просто трактир, а семья. Может ты вынесешь меня из 1703, но не 1703, из меня. это Питер, детка, и мне я коренной здесь не нужен. Эмигрировал мелким, не жил 20 лет тут, но я коренной петербуржец. Ну а ты, лимита тут, ведь ты, имитатор. Я, инноватор. Ты, инда батл. Джонни бой, Джонни бай, вы хип-хоп, шо-пи-то, Джонни пой, не читай, ты никто и ничто. И не важно, кто скажет, что я победил, или ты, голосов будет множество, но любой, кто придет на концерты твои, как и ты, лишь пустое ничтожество. И напоследок, кто меня вызывает на батлы, вам плотное тоже летит. Я не протянут, тебе уже плохо, можешь идти. Кто меня, кто меня вызывает на батлы, чтобы вы тут себя этим не прочили, за меня отвечает Шариков. В очередь, сукины дети, в очередь. А пока что вы можете тем козырнуть, что я сдал, потому что мне ссыкотно. Я приду, и тебя разъебу, но тогда, когда мне это будет выгодно. Ведь белого или негра? Кого забетлить мне похую? Пидора или гетера? Рэпера или рокера? Профи или ноунейма? Ботана или гопа? Для эго любых размеров есть гробик в моем некрополе. Раунд! Тишину! Третий раунд. Джонни Бой, поехали. Вы подумали что-то про это? Сударь, вы были грубым. Да, у меня стальные яйца, стальной характер и стальные зубы. И вообще твой текст говно. Скажи правду, не бойся. Ты читаешь фристайл из солидарности к Нойзу? О, да, я бомж. Но и ты не богат бомжара. Гораздо успешней твой клон, ведь ты вылитый Марат Башаров. И это не шутка. Бросьте. У меня две ноги, две руки, два уха, два глаза, один нос. Блядь, я кашу по докси. Это батл века. Так что правда, нехуй. Говорит, что я никто, читаю как калека. Моя планка небо. Мне нужна победа. Тех, кто хает, унижает, ожидает пекла. Ты придумал двойные рифмы, сука, ты сейчас бредишь. Так Драго с Крипокрипом рифмовали в 2003-м. В тебе четверть еврея, четверть русского и полцыгана. Ты МЦ, только если твое имя Мирон Цикало. Ты можешь улечить меня в попсе, но прошу, скажи, это мне скажет автор поп-хита, мне скучно жить? Это Версус, и не могу не пошутить на тему хуёв, пацан. Если ЛСП тебе предложит червонец за блоу-джоб, ты соснёшь хуйца. Не спорю, он талант, но он в твоём очке уже глубже водолаза. Ты сучий парень, ты хитришь и любишь садо-маза. Дуня уже тебя трахнул, но передал свою любовь для Дини. Так вот, Дуня, я в этой шалаве как молодой трезине с головой трезиня твёрт. Вчера в попсе, сегодня в Бэтлах. Это злобно, но верно. Да я меняю свой курс каждый день, будто доллар и евро. Другие назовут это пера пробой, наверное. Просто мне 23, я молод, и мне похуй на это. Может, кому-то и понятно, но ебать мне нет. Как можно так стримать ошибок, чтоб стол писать 7 лет? Как можно настолько не любить музыку, чтоб все ебать побить рекорды, выпускать куплет за год, а альбом не писать 4 года? Ты станешь Окси-артистом. Если завяжешься с этой заумной хуетой в текстах, которую понимают только аутисты. И ты соберёшь свой олимпийский. Точнее, каждую соринку, стакан, бутылку, окурки в нём после легендарного шоу от Дениса. Они, они враги навечно распускают слухи, детки. Может, выпьем водяры, обсудим, что все суки, девки? Может, пожмём напоследок друг другу руки крепко? Ну и давай, наконец-то, уже Замутим селфи! Но повторюсь, если б моим лучшим другом был бы Окси, мне русский рэп тогда неинтересен был бы вовсе. И поэтому нас ждёт вечная вражда, даун, и этот бэтл значит, что тебе, пизда? Раунд! Попрошу судей огласить свой вердикт. Я, в принципе, мне сказать нечего, меня сегодня с утра уже потряхивает, я... Всё, блять, держите ваш батл, нахуй, заебали вы. Папа-гость! Ну, чтобы сейчас судьи не сказали в любом случае, виноваты судьи, меня сегодня поразило... Судьи виноваты, говорят! Повторюсь погромче, чтобы сейчас не сказали судьи, в результате раунда виноваты судьи. Меня сегодня поразил Окси Мирон, я отдаю ему свой голос. Изи вин, блять! Юрий Хованский. Для меня это одно из самых тяжёлых решений, потому что... Я вообще не хотел... Я вообще не хотел судить этот батл, потому что... Плюс он пошутил про меня, теперь всё равно он как бы отмазался. Если я отдам голос Мирону, то все такие... О, он просто запанчил, что ты его подруга, и ты обиделся, но... Я думал, что всё будет намного сложнее, но по результатам сегодняшнего батла, по-моему, всё очевидно. Я отдаю свой голос Мирону и... Окси! Диджей сто восьмой. Геон, Геон, сори. Тут я. Я расскажу нам всё. Я к своему большому стыду давно не видел таких сильных МС, как Окси, и сегодня я просто поражён мой голос. Однозначно Окси. Алексей Горбаш. Это стоило того, чтобы сюда приехать. Победил Окси Мирон, и Мирон, наверное, победил бы, даже если бы батл проходил бы в Риге. Дмитрий Егоров. Выйди к нам вперёд. Покажи чаёк. Покручки. Да уже получается, я третий раз как бы голосую против человека, но Окси, здесь чистая победа. Это был Версус Бадл, победил Окси Мирон. Пошли! Покажи! Покажи! Продолжение следует...